29 августа свой 70-летний юбилей отмечает Виктор Иванович Крыльяковский, заслуженный строитель Московской области, почетный строитель Российской Федерации. Он родился 29 августа 1948 года в селе Софиевка Александровского района Донецкой области. В 1966 году окончил среднюю школу в селе Петропавловка Днепропетровской области. В 1971 году получил квалификацию горного инженера-строителя по специальности строительства подземных сооружений и шахт. С 1971 по 1991 год Виктор Иванович служил в инженерных войсках Вооруженных сил СССР. В 1991 году уволился в запас в звании полковника и основал многопрофильную группу компаний «Виктория». Носил тогда погоны полковника и, как говорится, мне сказки рассказывают, что я или подводник, или с Афгана вернулся, еще откуда-то и так далее. Я служил в инженерных войсках. Так вот, но и задают вопрос, а каким образом можно, офицер, стоить такой дом, если так говорить. Вот если в те времена, в 1990 год, один кирпич стоил 7 копеек. Да? 7 копеек стоил. 100 тысяч кирпича стоило 7 тысяч рублей. Ну, по тем временам приличные деньги. Да, конечно. Или плита стоила 78 рублей. 78 рублей. То есть, там 50 плит стоило там 3 тысячи рублей. Вот и все. Тогда машина стоила практически столько же. Ну, так условно. Так вот, тогда я просто взял кредит Сбербанке тогда, 25 тысяч рублей, да? 25 тысяч рублей. Большие деньги были. И, казалось бы, как их отдавать. Но случилось так, что через 3 года деньги обрушились, и стоимость одной бутылки водки стала стоить 25 тысяч рублей. Но, как бы, история такова. И поэтому всегда, наверное, надо правильно пользоваться банковскими кредитами, может быть. И вовремя. И вовремя вкладывать деньги. Группа компаний «Виктория» уже 27 лет ведет успешную деятельность. В настоящее время в нее входят несколько фирм. Основным видом их деятельности является строительство, производство строительных конструкций и розничная торговля продуктами питания. Рассказывать о строительстве в городе и обойти внимание фирму, которая эти стройки ведет, просто невозможно. Виктор Иванович Круляковский. Генеральный директор «Виктории Семь». Он согласился ответить на несколько наших вопросов. В фирму люди идут работать, и существует постоянная очередь желающих устроиться на работу фирмы. То есть есть возможность отбора людей. Должна быть дисциплина и культура производства. Ну, такая цель ставится. Основные требования, которые вы предъявляете к своим управляющим и рабочим? Я никогда не спрашиваю, где они были, я спрашиваю, что они сделали. Вот основные требования. Поэтому они знают свои задачи и должны их решать вовремя. В городе основные строительные работы – редфирма «Виктория Семь». И мы спросили ее генерального директора Виктора Ивановича Круляковского, почему он решил складывать деньги именно в строительство, от которого отдача получается не сразу. Ну, нужно думать о перспективе. И мы с Журавлевым Виктором Даниловичем об этом думаем. Поэтому мне что-либо нуждает поступать именно так, потому что здание, которое мы сейчас… Можно, конечно, посетить и в коммерцию, получить какой-то 7-минутный рейс. Это будет пыль, это будет ничто. С 1991 по 2005 год группой компании «Виктория» в Сергиевом посаде были построены следующие объекты. Комплекс административных зданий Историко-художественного музея, здание гостиницы НПО «Внетип» на 65 мест, комплекс административных зданий филиала «Банка Возрождения», завод «Викмак», комплекс зданий Пенсионного фонда Российской Федерации, здание 23 магазинов, монолитно-кирпичный дом на 385 квартир, клуб «Посад» в туркомплексе «Загорск», где побывали многие звезды эстрады. С 1993 года и по настоящий момент группой компании «Виктория» ведется строительство в Москве и Московской области. В числе их объектов гостиницы, кадетская школа, коттеджи, виллы, колокольня при храме Вознесения Господня, детский приют по заказу Московской Патриархии. Проектировал здание Сергей Пасадский архитекта Виктор Данилович Журавлев. Вам нравится это здание? Да. Здание прекрасное. Предусмотрены все условия для жизни детей, и для их отдыха, и для занятий, и для проживания. Также компанией проведена реконструкция двух зданий казначейства Российской Федерации. Построен комплекс «Виктория Парк» на улице 1-й ударной армии. Несколько лет компания «Виктория» восстанавливала храм Петра и Павла. Часовня на месте гибели священника Александра Меня тоже возведена стараниями Виктора Круликовского. Вот в 90-м году, в сентябре, если чуть позже, в 91-м году здесь в основном находились работники следственных органов, вот на этом месте. И в то время никто и не помышлял о том, что когда-то может здесь произойти вот такой вот сход уже у людей, когда будет обсуждаться проблема строительства часовния. При том обсуждаться не на бумаге, не в кабинетах, а конкретно сюда приехала фирма «Виктория-7», «Виктор Иванович» и люди, которые будут непосредственно исполнять. Я думаю, что в этом есть какой-то некий символизм. Ну, строительство новых церквей, строительство часовни, храмов – это, наверное, восстановление исторического наследия русского народа. И поэтому, ну, у меня есть какое-то стремление и, что ли, призыв, что ли, душевный содействовать этому всему. Видите ли, сейчас в жизни столько драмы и трагедий ежедневно, и на следующий день все забывают, что, может быть, это единственное, так сказать, ну, может, не единственное, в случае очень редкий случай, когда есть ответ и есть действенный ответ, а не просто, так сказать, какие-то воспоминания, которые очень быстро становятся очень вчерашним днем, понимаете, и это, конечно, событие большое. Как всегда было принято на Руси, успешная работа Виктора Ивановича, приносящая доход, идет рука об руку с благотворительностью. Фирма «Виктория» помогала родильному дому, школам, перспективным спортсменам, поддерживала издательскую деятельность фирмы «Тонус». Виктор Кроликовский, который сам родом с Донбасса, помогал расселить беженцев, приобрести медикаменты и продукты для жителей Новороссии. Я на той неделе тоже в Донецкую область отправил, у меня же там есть одноклассники, есть преподаватели, какие-то раньше, которые у нас были, этот, сколько, 450 тысяч отправил туда, в Донецкую область, переводы. За веру и отечество, Виктор Иванович, мы передаем искренние слова благодарности от всего коллектива, хранить память от тех ребят, которые находятся здесь. Огромное вам всем спасибо. Фирма «Виктория» сегодня занимается строительством и развитием объектов социально-общественного назначения в Сергиевом посаде. Я как-то тут на этом месте не был, а потом вдруг оказался, хлянул, батюшки мои, на одном маленьком месте пять кранов. Потом, значит, прошло два года, появился уже на этом месте вот это чудо. И вообще архитектура необычная для нашего города, да и вообще она, по-моему, очень оригинальна. Конечно, Виктор Иванович Курликовский – это все-таки легенда. И вот мы, значит, решили от наших старейших почетных граждан подарить ему его шедевр. Совсем недавно открылся фитнес-зал с бассейном на «Звездочке», фитнес-клуб «Виктория Тонус» на проспекте Красной Армии. Но работа для Виктора Ивановича – это не вся жизнь. Он прекрасный семьянин, успевает уделять время и внимание супруге и двум дочерям. Человек веселый и гостеприимный, он любит петь, танцевать. Вот слово осень, и листья жёлтые кружатся. Дальше остров, печать застыла навсегда. И вообще умеет создать ощущение праздника. Мы поздравляем Виктора Ивановича с днём рождения и желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в его созидательной деятельности.